Всем привет! 22 июня 2020 года мне принесли яйца утки Кряквы на дальнейшую инкубацию. Видно, утка бросила своих детишек, и мы решили их спасти. Для этого я сразу марганцовкой обработала яйца, поставила метки с противоположных сторон, и сейчас я буду их обоскопировать. Ну что, поехали! Итак, для обоскопирования нам понадобятся сами яйца утки. Ну, вот такой фонарик обычный. Я не покупала никакого обоскопа. Водичка. Ну, то есть... С марганцовочкой. И вот такая вот губка. Это я этой водой буду протирать яйца. Сразу же буду их переворачивать, ложить дальше в инкубатор. Давайте, побыстренько сейчас я выключу фон. Включу фонарик. Посмотрим, или есть тут у нас какие-то, где живые. Так, на камеру. Плоховато, конечно, видно. Ну, вот он там швелится. Сейчас я попробую включить фонарик еще на телефоне. В общем, видно плоховато. Но они живые. Есть. Сейчас я дальше провоскопирую ее быстренько сама. И потом покажу вам, как я буду вытирать губкой их. Я беру губку, смачиваю немножко в растворе марганцовки. И вот так вот протираю обедненько вот со всех сторон. Утка любит влажность. И перелаживаю ее вот так, на обратную сторону. У меня здесь есть метки, чтобы не запутаться. Специально сделали. В общем, суть понятна. Протираю яйца именно вот этой вот, такой вот стороной зелененькой. Для того, чтобы немножко как-то щесать скорлупу. Утка это делает своим телом, а мы вот в таких условиях нету возможности положить под утку. Есть только инкубатор. Делаю вот так, переворачиваю. Вот. Еще немножко смочу губочку. В общем, нам повезло пока. Все зародыши живые. Не знаю, честно сказать, какой у нас тут сейчас будет тень. Вот так. В общем, будем смотреть. Буду снимать еще видео, показывать вам. Вот. В общем, я их протерла. И каждые так два часа я буду их протирать. Выпрыскивать с поливилизатора и переворачивать. Для того, чтобы нам их не охладить яйца, не переохладить точнее. Я их сейчас быстренько обратно поставлю в инкубатор. Вот мы уже с вами вернули яйца обратно в инкубатор. Температура у меня, как бы, сейчас она 34,8. Но это за счет того, что я открывала инкубатор. Она так понизилась. Но она у меня быстро набирается. Сейчас посмотрим, до сколько она у меня набежит. Должна, по идее, до 38. Но ничего страшного, я думаю, если чуть-чуть и не дойдет до 38. Продолжение следует... 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 Вот он, вот здесь, вот-вот двигается, когда крутите яйцо, он будет двигаться. Ну, в общем, да и всё. Будем ждать, все яйца уже, получается, вышли все утята, точнее, в воздушную камеру. Будем ждать завтра, послезавтра вывод. Вот. Ну, я буду также дальше продолжать обрабатывать их обычной уже водичкой. Я сразу обрабатывала марганцовкой, потом обрабатывала уксусом. Ну, то есть уксус и водичка, там марганцовка и водичка. В небольшом количестве. Вот. Сейчас обрабатываю его просто водой. И губкой. Губкой с твёрдой стороны обрабатываю. Ну, что, будем ждать вывод дальнейший. Посмотрим, сколько выйдет. Ну, вот, прошли сутки после последнего моего авоскопирования. Вчера я видела в воздушной камере уже были, немножко выходили утята. Но пока сегодня, как вы видите, наклёва нету нигде. И, кстати, после вчерашнего последнего моего авоскопирования я перестала яйца переворачивать. Просто я их сбрызгиваю и обрабатываю также губкой и просто водой. Будем смотреть, что будет завтра. Ну, вот, дорогие друзья, я уже их переложила, эти яйца, вот с такого вот лоточка, просто сюда, вниз. Сейчас, как бы, наклёвая пока ещё не было, хотя уже прошло полтора суток с того момента, как я их видела, утят, точнее, видела, как в воздушной камере. Я решила одному попробовать, ну, помочь немножечко совсем. Пробила ложкой маленькую дырочку. Решила посмотреть, что там. Вот. Ну, здесь пока ещё, вот, не видно, чтобы он вышел с плёнки. Получается, он в воздушной камере есть, но плёнку ещё не пробил. Вот он там живой. Немножко, правда, пошла кровь. Это я пыталась плёночку эту ему помочь. Раздереть, так скажем. Но лучше этого делать не надо. Вот. Я пока оставлю его так. Посмотрю, что там будет, как. Ближе к вечеру. А сейчас я возьму просто их обырскую с пульверизатора. Больше я их не переворачиваю, как я говорила. Вот, я их так обырского. Чтобы было больше влажность, может, ему будет легче тогда выходить. Ну, будем смотреть, что у нас будет дальше. Ну, вот, дорогие друзья, пришёл уже вечер. Но, как бы, наклёвого ещё нету. Я подумала, что, как бы, им надо, может, помочь проклевать эту шкарлупу одному. Вот я, видите, сделала здесь. Немножко помогла. Но, этого, конечно, не стоило делать. Может, он уже и не будет жить. Сейчас пытаюсь вам показать. В общем, у него там ещё не втянулся желток. Как бы, он должен свою вот эту вот плёночку ещё сам пробить. Как бы, видно, что в воздушной камере шевелится. Но ещё они не пробили плёночку вот эту. Поэтому помогать им не стоит. Пускай они сами выбираются. Вот, виден вот этот вот желточек вот здесь. Вот здесь, вот. Будем смотреть, что как. Будем ждать. Может, через пару дней, как бы, они начнут выводиться. Но, как только начнётся какой-то вывод или какие-то другие там новости произойдут, я вам сразу сниму, покажу, что как. Так же дальше я пока не переворачиваю яйца. То есть, уже не переворачиваю яйца. Я их просто опрыскиваю пульверизатором. Ну, вот, сегодня уже 2 июля. Вчера, что я вот этого цыплёнка, точнее, утёнка, не цыплёнка, немножко так оголила. Я сделала это по глупости. Так нельзя было делать. И никому так не советую. Надо было хотя бы, может, чуть-чуть, только вот здесь, с тупого конца, сделать маленькую дырочку. Может, он бы тогда жил. А так, вот, всё, был живой-живой. Я его избрызгивала тёплой водой, не холодной. Вот видите, он не шавелится уже. Его мы удаляем отсюда. Так. Ну, а с этими осталось здесь 9 штучек. Уже слышно чуть-чуть попискивания. Они стучатся. Правда, у меня сейчас здесь и ребёнок разговаривает, и цыплята ещё пищат. Поэтому так сильно не слышно. Даже вообще, наверное, сейчас не слышно пока. Из-за этого шума. Ну, уже вот, какое-то уже движение там они создают. Будем ждать. Ещё со вчерашнего, по-моему, дня я стала более их обрызгивать обильно, чтобы была большая влажность. Положила, вот, вы видите, мокрые тряпочки. Чтоб им была побольше влага. Чтоб они легче выходили. Ну что, будем ждать. Обрызгиваю полностью весь инкубатор. Вот, тогда влажность больше поднимается. Вот, кстати, кто меня на заднем плане всегда может мешать сейчас. Сейчас покажу малышку нашу. Лена! Лена! Дочка! Дочка! Стесняется. Привет-привет! Скажи привет-привет! Лена! Лена, скажи привет-привет! Скажи привет-привет! Привет! Привет, да! Сегодня уже 3 июля, 10 часов утра. Давайте посмотрим, что у нас есть с яйцами новое. Так, вот. Вот здесь видно наклёв. Здесь наклёв пока ещё нету. Здесь наклёв. Уже два наклёва. Здесь третий. Здесь третий. Этот шевелится внутри. Чувствуется. Пока нету. Тоже не видно. Ну, пока 3, да клёво. Здесь тоже ничего нету, пока вроде как 3, да клёво, вчера ещё одно яйцо, вот оно у меня вот здесь, я его отложила, то что оно же холодное, там, видно, никто уже не развивается, в общем, было 10 всего яиц, минус 2, это стало вот 8. Они там пищат, хорошо слышно, да пищат ещё у меня отсыпки, поэтому, вот. Сейчас я покажу своих маленьких утик, утик, они у меня пока в ловушке для пчёл, пока нету, куда переместить их. Утик, 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 утик такие классные. Классненькие, классненькие. Утенький. Ещё один в инкубаторе лежит. Вот этот только недавно вылупился. Отвернулся такой. Ой, красавица, красавица. Их тут у меня шесть штучек. Ну вот мы решили с малышами выйти на прогулочку. Сейчас покажем, как мы бегаем, как мы тут гуляемся на улице. На улице тепло, хорошо. Солнышко греется. Утя-утя-утя-утя-утя-утя-утя-утя-утя-утя-утя-утя-утя-утя-утя. Красотули. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставим пальцы вверх, оставляем комментарии. Всем пока!